За школьными партами представители госадминистрации, управления народного образования, культуры, социальной защиты, прокуратуры и правоохранительных органов. Совместно взрослые обсуждают проблемы молодых. Спасибо школе, что вы нас приняли, хотя я так понимаю, что у нас это циклично и будет в дальнейшем в других урзательных учреждениях в том числе. Надеемся, что результативность сегодня работы у нас будет высокая. На выездном заседании Комиссии по защите прав несовершеннолетних рассказывают о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений. 16-я школа – одна из самых больших в городе. Здесь более 600 детей. Каждая из них на виду у педагогов. Еще в начале учебного года узнают о семьях учащихся и планируют работу по профилактике безнадзорности. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности ведется по различным направлениям. Это работа с родителями, работа с учителями и работа с учащимися. Самое главное сейчас, я считаю, это проводить работу с родителями, потому что как раз сформировалось поколение тех родителей, которые не воспитывались своими родителями, которые уезжали на заработки. Родители, они как бы самоустраняются от воспитания детей. То есть, когда ребенок маленький, они его опекают, они его во всем поощряют. А когда он уже становится взрослым, выходит из-под их контроля, уже необходимо, они просят помощи, и им уже необходима помощь, естественно, школы. Озвучивают школьную статистику. 70% родителей работают в Приднестровье и не бросают своих детей. Еще два года назад на заработки уезжал каждый второй. Это позитивный факт, но есть и ложка дегтя. Педагоги бьют тревогу. Каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье. За последние три года количество детей, у которых рядом только мама или папа, выросло на 10%. И это общегородская тенденция. Сейчас у нас на учете осталось пять детей. Причем, конечно, очень обидно, что некоторые из них стоят на всех видах учебы, потому что у нас в прошлом году есть девочка, которая даже в наркологическом кабинете стоит на учете. Поэтому, ну, в принципе, в целом у нас количество детей, конечно, с проблемами снизилось. Сейчас пошла тенденция, что именно в начальной школе начали дети больше совершать правонарушения. Но причина – это драки. И в основном драки в начальной школе. Малыши начинают драться, кто-то кого-то толкнул. Родители обращаются в травмпункт, и там начинается разбирательство. С драчунами и юными правонарушителями проводят беседы. Подчеркивают, главное ведь не наказать, а предотвратить беду, уберечь детей от ошибок. На выездном заседании рассмотрели личные дела шестерых школьников. Одного из них сняли с учета. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.